И Бог сказал сам, что человек будет жив всяким Словом, исходящим из уст Божьего. И это Рема Слово. Рема это не то, чтобы читать Библию. Это то, что нужно слышать. То, что мы слышим от Бога, это и есть Рема. И тоже там, где написано, что Слово Божье это меч. Там тоже сказано Рема не Логос. Рема это меч. Меч, вот это Духа, который есть Рема. То есть местами Писания, конечно, иногда бывает, провозглашает, но это не меч. Меч это Рема, это то Слово, что Бог сейчас сказал, дал, высвободил. То есть это то, что освобождает, как огонь, как меч, как нож, если надо перерезать что-то где-то. Интересно, сейчас читаю Ветхий Завет, Левит. Что-то в эту книгу Господь занес. И оно как-то обратилось внимание, что человек, приводящий жертву, козу, овцу, корову, он лично должен был ее убивать. Не священники ее убивали. То есть есть случаи, когда в основном большинство жертв человек должен был сам заколоть или перерезать горло, или как они убивали. И потом уже он отдавался. То есть, представляете, да? То есть личное, не просто ты дал, а вы там, ребята, за меня работаете. То есть это мое личное участие, вот оно, да, ты вместо себя, вместо тебя умирает кто-то от твоих же рук. Представьте. Ого. Окей. Я не знаю, почему, но Господь, Он интересный, правда? Вот есть люди скучные, а Господь скучным не может быть. Если приходим к выводу, что Господь скучный, наверное, где-то мы уже с Ним потеряли связь. С Ним не скучно. У Него есть и чувство юмора есть, и есть, он может быть строгим, может быть веселым. Представляете? Веселым, да? Когда-то вот тот же Ледяй говорит, покажите мне икону, где Бог смеется. Мы ее повесим в зале у нас. Где такая икона, чтобы Господь смеялся, именно веселый такой, веселый Господь. Потому что все какие-то очень суровые. Но он бывает суровый, бывает веселый. И если мы читаем про Духа Святого, там сказано, что мы его можем огорчить, представляете? Огорченный Святой Дух бывает. Значит, где-то мы можем его радовать. Вообще, несмотря на то, что радость, ее часто почему-то приписывают какой-то душевности. Давайте посюсюкаримся, порадуемся. Вообще, одна из, наверное, глобальных проблем сегодняшней церкви – это душевность. Душевность. То есть, если бы Иисус был душевный, как бы он ответил Петру, когда Петр сказал, да не будет с тобой это Господи. Вот по душе, как, ой, Петенька, ну ты понимаешь, папочка, он так определил, ну мне придется, Петенька, как придется. Вот понимаешь, вот душевное. То есть, Иисус, когда надо, рубал так, что вроде бы как не милосердно даже так взять при всех там, да. Ну, слава Богу. И вот Господь, Он какие-то иногда дает, давая слово, то есть я как получаю, просто начинает идти слово. Он дает мне такие, как сказать, как назвать. Вот в названии тоже есть ключ. То есть ключ. И вот кто-то говорит, я помню, кого-то записывали, он говорит, да назовите, как хотите. И проповедовал человеку, как назвать ваше послание. Он говорит, да как хотите, называйте. Я к этому отношусь более трепетно. Для меня это важно. И вот иногда внутри есть какое-то название, я понимаю, но такое носит провокационный характер. И думаю, по-другому надо как-то немножко скруглить. Ну, потому что люди не поймут, скажут, что это за название. Но вот иногда очень настойчиво Дух Святой, то есть можно назвать по-другому, но иногда очень настойчиво Дух Святой конкретно говорит, как должно прозвучать это слово. И иногда в самом названии, в самом слове есть ключ, то есть есть рема. Так вот, знаете, как называется? Давайте так, как я к этому пришел? Не так давно я прошел определенную какую-то там, я не знаю, как ее называть, битва, испытание. И, ну, получилось все, слава Богу, получилось пройти хорошо, все в победе. И, ну, до этого, сколько-то лет назад, я потерпел поражение в похожей ситуации. И что мне задало вопрос Дух Святой? Когда я думал об этом, размышлял, Дух Святой говорит, сказал, прошел бы ты сейчас это испытание, если бы не потерпел, победил бы ты сейчас, если бы не потерпел поражение тогда. И я говорю, однозначно, нет, я бы не прошел, я бы попался. То есть я бы потерпел поражение однозначно, даже вот просто вариантов нет. Ну, потому что у меня был вот этот негативный опыт поражения, в этот раз, зная, что это, как имея опыт, я уже не ведусь, то есть я уже не попадусь на это. То есть, соответственно, то поражение помогло мне сейчас победить. И я понимаю, если бы не было того поражения, то этого поражения принесло вреда в тысячу раз больше, чем то. Вот если бы сейчас, допустим, запустить это. И смотрите, вот есть такое место, притча 22.3. Вот я прочитаю, как вступление. Притча 22.3. Там сказано, благоразумный видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед и, ну, оказывается, попадаются, терпят поражение. Что такое неопытные? А кто такой опытный? А опытный, это который уже имел поражение. Невозможно стать опытным. Как можно стать опытным? Я не знаю, но вот взять американский футбол, где пять лет играл. Там все с травмами, все. Ну, ни одного нету человека, у которого бы не было сотрясения хотя бы раз. И каких-то вот вывихов, растяжений, ну, и там, переломы, и все, что хочешь. Все, кто играет, у всех травмы. Поэтому, когда играет команда, какая-то часть команды стоят, ну, кто-то ходил, видел. Кто на костылях, кто с гипсом, ну, не играют. Потому что какие-то травмы. Невозможно, то есть невозможно быть опытным, сильным, там, борцом, боксером, воином, не имея ранений, не имея, ну, не пролив ни капли крови, так скажем. И благоразумный видит беду. Почему он благоразумный? У него опыт, и он знает, что это и куда это ведет, и чем это закончится. Соответственно, он не попадается уже в эти ловушки. Они опытные идут вперед и наказываются. И Евреям, пятая глава. Это тоже все даже. Евреям, пятая глава. Стих 14. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Соответственно, если этого нет, мы не можем различить, где это добро и где зло. Мы можем принять то, что приходит от фрагаза, Божье. То есть, как Иисус различил то, что в Петре было? Что это сатана вообще говорит, а не доброта душевная Петра Петровича. И вот, когда вот этот разговор состоялся, я верю, с Господом по поводу этих вещей, он мне сказал, ты видишь теперь, как эти поражения, которые были когда-то, помогли тебе сейчас побеждать и не попадаться в какие-то ловушки. И вот такое вот название. Возлюби свои поражения. Как мы относимся к поражениям? Очень плохо, всегда. Это неприятно. Оно не может быть приятным. То есть, когда, к примеру, в спорте ты получаешь травму, ну как это может быть приятным, извините? Как это может быть чем-то... Но, благодаря этой травме, в следующий раз ты уже сделаешь что-то по-другому. Чтобы не получить... Потому что ты помнишь, как это больно. И ты уже не будешь таким глупым. То есть, как вот... Опыт приходит. Через вот такие вот ситуации. То есть, смотрите, вот эти вещи. Ты побеждаешь сегодня, потому что терпел поражение вчера. Любой человек сегодня побеждает по той причине, что он имел опыт поражений в прошлом. Твои поражения, как ни странно, это основания твоих побед. У всех чемпионов, у всех, у любого чемпиона есть своя история поражений. Может, за кадром, может, никто этого не знает. Но любой чемпион когда-то лежал поверженным. Любой чемпион... Вот есть люди, тягают веса. У любого из них был и момент, когда они не смогли поднять вес какой-то. Оторвать от земли или там пожать или что-то. Страх это что? Это тоже поражение. Но как научить... Вот, допустим, в том же американском футболе страх имеет огромное значение. Если ты боишься, ты получишь травму. Закон. Вот если ты бежишь, чтобы удариться с соперником, и ты боишься этого, ты получишь травму обязательно. Потому что страх делает человека слабым. Уязвимым. Но как победить страх? Как не через то, чтобы перешагивать? Сейчас мне было страшно, и мне потом было плохо. Я потерпел поражение. В следующий раз мне уже меньше. А потом приходит момент, когда ты смеешься от этого. О, класс, сейчас будем именно. Биться будем. И ты уже бежишь с радостью. Но ты не глупый, чтобы просто как головой в стенку. Ведь ты знаешь, я, допустим, как... Вот когда мы бегали, бились с разгона. Ну, американский футбол, очень контактная. И я попал один раз на одного опытного игрока из Севастополя. И он мне как дал сильно. И у меня было ощущение, что я врезался в стену какую-то. Я думал, что я умею бить. Я потом изучал видео. Я постоянно видел, как он меня ударил. Ну, видео снимали с игры. Я говорю, а, вот оно. Я начал так бить других. И я знал, что ему так же плохо в этот момент, как было у меня. Как этот опыт пришел через то, что я там полежал немножко после удара. Хороший удар, ты немножко теряешься и сидишь на земле. По-другому не получится. То есть я могу объяснять сколько угодно, но пока ты это не прочувствуешь, то есть ты не поймешь, как это делать. То есть твои поражения, это как задел. Поэтому, когда, да, поражение мерзкое, неприятное, никто из нас его не любит. Когда вот, ну, ты чувствуешь, проглотил вот это вот. Ну все, попал. Попал, ничего никуда идет. Но в этом есть и плюс. Что это позволит мне в следующий раз, если, если я смирюсь, конечно, если там сейчас, я дальше скажу, победить в этой же ситуации, только намного более глобального, возможно, масштаба. Смотрите, то, что тебя уничтожало, на самом деле делало тебя сильнее. Во время поражений, что происходит с человеком? Мы ломаемся. То есть мы, мнение о себе сразу. То есть ты увидел себя вот в очень некрасивом свете, и мое самомнение сразу опускается очень низко. То есть на самом деле я смиряюсь в этот момент. Если у меня будет идти победа за победой, победа за победой, что произойдется? Я возгоржусь очень быстро. То есть бесконечные победы, одна за одной, ну, так мы устроены. Возгордиться во много раз легче, чем смириться человеку. Поэтому что помогало Израилю смириться перед Богом? Вы помните? Вот за всю его историю. Поражение. Бум! Что-то там их взяли, пленили, угнетают. И что они сразу делают? К Господу смиряются, убирают идолов, снимают золотые, ну, уже еще снимают, все забрали. Именно поражения помогали Израилю смириться. Потому что человек, когда он, то есть, ловит звезду, а вы знаете, что, вот люди есть разные. Есть люди, которые живут тихонечко, тихонечко, тихо, не высовываются, нигде не светятся, их все устраивает. А есть люди, вот, харизматичного плана, они постоянно на драйве, постоянно на максимуме. И им поймать звезду вот так просто. Очень легко. Поэтому, естественно, ради их же безопасности, иногда приход, ну, где-то упал лицом в грязь, да, и понимаешь, что ты не звезда никакая. Звездулька. И смиряешься. И как вот мы, когда мы сломлены, как мы с Господом общаемся? Ох, как мы общаемся. Кротик, кротко, смиренно. Господи. Все, что мне еще сказать? Вот бывает такое, что уже и сказать нечего. Поэтому, знаете, только смирение, это выход из поражения. Как выйти из поражения? Смириться. Если нет смирения, человек будет оставаться в поражении бесконечно. Он не вылезет оттуда, пока не смирится. Есть один выход из поражения. Это смириться пред Господом. То есть покориться, смириться, снять корону и сказать, делай, что ты хочешь, Господь. Итак, если сегодня я в чем-то побеждаю, ну, кто-то в чем-то побеждает. Вот сегодня. Вот смотришь, какие-то искушения. Есть же уже какие-то искушения, что раньше над тобой меливалось над вами, а теперь уже нет. Ну, теперь уже нет. Ты смотришь, и вообще ничего не шелохнется. Почему? Это значит, что в этом ты был смирен. Когда-то ты был смирен. И вышел, то есть смирен в поражении и восстал в благодати. Вот в этой вот сфере. Потому что побеждать мы можем только в благодати Господа. Аминь. Каждое твое поражение, то есть это такое послание надежды, каждое твое поражение готовит тебя к грядущим более серьезным битвам и победам. Каждое твое поражение готовит тебя к грядущим более серьезным битвам и победам. То есть, как в моем случае, не раз это было То есть, если бы не было того, вот того, не было бы этой победы Если бы не было того, вот там, где я сломался, я бы здесь сейчас бы поломался, однозначно Но последствия этого были бы гораздо хуже Поэтому, слава Богу за его мудрость и благодать, которая нас через все это проводит и делает победителями Как я сказал, постоянные победы без поражений приводят к гордыне Апостол Павел говорит, когда я немощен, тогда я силен Его сила совершается в моих немощах Вот Исайя 14, вот такой вот стих, я его очень люблю Он часто почему-то на память приходит Исайя 14 Второй стих И возьмут их народы и приведут на место их И дом Израиля усвоит их себе на земле Господни рабами и рабынями И возьмет в плен пленивших его И будет господствовать над угнетателями своими То есть, он возьмет в плен тех, кто его брал в плен То есть, было поражение Он будет господствовать над теми, кто его угнетал Я такое тоже услышал, что ты никогда не оценишь по достоинству вкус победы, если ты не пил чашу поражения никогда Есть какая-то, знаете, я заметил, есть какая-то мера вообще поражений И когда она заполнена, ты начинаешь побеждать в этой сфере То есть, невозможно постоянно терпеть поражения, если ты смиряешься, их сзывают То есть, приходит момент, когда ты просто начинаешь уже побеждать Побеждать, если единственное, ты не сдался и не сказал, окей, буду жить вот в этом Все, я ничего не могу И вот теперь немножко глубже 53 Исайя Исайя 53 4 стих «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни» А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом Он взял на себя наши немощи, наши болезни А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом В определенной степени, если посмотреть на крест Крест – это место поражения То есть, человек висит голый, прибитый, беспомощный То есть, вот в физическом измерении, если ты попал на крест, это все, это конец, это финал вообще жизни, не очень хороший финал. Иисус пошел именно вот в это место. И они говорят, это было, выглядело как поражение. Это выглядело как, поэтому ученики разбежались от него. Поэтому он двоих тех поймал, когда они уже шуровали куда-то там. Это все выглядело как поражение, учение Христа, его миссии и так далее. Но именно там была одержана самая великая победа. Вот там, где все выглядело как поражение полное, провал миссии. Наш царь убит и не воскрес. Это была самая величайшая победа. Можно сказать, что в поражении ты иносказательно гибнешь. То есть, когда мы терпим поражение, мы как будто терпим такую локальную смерть в своих глазах, в глазах окружающих. То есть, когда мы на коне, мы как будто, ну, о-го-го, вот я приехал. Но когда ты где-то вот накосячил, напортачил, что-то там выпрыгнуло с уст нехорошая, ты как будто ты умираешь, как будто ты как личность разрушаешься в этот момент. И вот здесь, конечно, вопрос смирения и благодати. И именно погибнув и умерев, можно пережить силу воскресения. То есть, когда мы проходим поражение, если мы смиряемся, мы можем пережить силу, сверхъестественную силу воскресения. И уже в следующий раз, в ситуациях более глобальных, не локальных, мы будем побеждать. Чемпионов их готовят не для кулачных дворовых боев, там, между алкашами. Чемпионов готовят для глобальных битв. И вот сейчас будет какая-то битва, я попал, это, украинец и россиянин будут драться. У одного два пояса чемпионов мира, и у другого два пояса. То есть, кто победит, соберут все пояса. Усик, вот, украинец, знаете, боксер такой? И какой-то россиянин. Я не знаю, когда это вот на днях будет, просто я увидел такую рекламу. И это такое, ну вот, вот для чего готовят чемпионов. И готовят для таких битв, где будут тысячи, тысячи смотреть. И на кону будут не только какие-то там слава, еще там такие деньжища и все. Имя будет сделано, кто победит. Поэтому Господь нас готовит к каким-то глобальным, глобальным битвам. И мы, проходя свои какие-то маленькие поражения, эти все, оно неприятное. Это не значит, что нам надо как плеваться от этого. Но извлекать драгоценное даже из этого ничтожного. Потому что это делает нас реально сильнее. В следующий раз мы там, мы будем просто побеждать. Невозможно, ну, других пути нет. Когда я учился играть на гитаре, первые... Ну как играть? На электрогитаре. Первые месяца, не знаю, на 3-4, я не мог разгибать пальцы каждое утро. То есть вот эта рука, вот так я вставал, я сидел, я растирал. Они просто, я их не мог согнуть. Они настолько были, ну, я не знаю, как это называется. Называется шок. Знаете, вот этот шок. Из-за того, что долгое время ты потом начинаешь их гонять, вот это часами. И в костях, в суставах, все, они не гнулись. И было, ну, больно было. Потому что рука, ты встаешь и не можешь ее согнуть. Когда растер, кровь пошла. Но потом это прошло. И сейчас у меня уже вообще не больно. Но без боли не бывает. Потом-то, ну, ладно. К итогу. Этот процесс, то есть смерти и воскресения, будет повторяться снова и снова. Пока что-то в тебе не изменится безвозвратно и бесповоротно. То есть вот этот момент поражения и воскресения будет проходить снова и снова. Пока во мне что-то не изменится так, что назад уже не, ну, как это, мое нутро уже не будет, не приспособлено, чтобы принять поражение. То есть во мне не будет места для этого даже. То есть иногда у нас есть место, но мы не даем этому место, знаете. Не давайте место дьяволу. А другое место, Иисус говорит, во мне он не имеет ничего, князь мир. Ничего нету, даже места, куда ему приткнуться. И вот, это как бы финал. Сейчас будет одно поруческое слово. Твое локальное поражение сегодня обеспечит тебе глобальную победу завтра. Твое локальное поражение сегодня обеспечит тебе глобальную победу завтра. То есть видит беду и укрывается. Почему он видит беду? Глобно потому, что он туда попадал, в эту беду. Поэтому сейчас он видит и знает, что будет дальше. Просто чем дальше мы живем, естественно, как, знаете, говорится, чем глубже пруд, тем толще жабы. То есть чем дальше мы идем, тем проблемой, с которой мы будем сталкиваться, духи там, испытания, искушения, грехи, все это будет больше. И вляпываться в это больше, это беда большая, да, большая беда. Поэтому сейчас мы проходим, мы смиряемся, мы им Господь делает, что хочешь, я тут не собираю. Я никогда не соглашусь с этим, чтобы не было в моей жизни. Никогда не соглашусь с этим. То есть я не верю, что поражение, как вот Кочкин пел, что поражение это судьба. Не верю в это. Просто пусть твоя благодать, твой огонь, меняй. И в следующий раз мы будем проходить уже легко эти испытания. Легко. То есть, как если, допустим, ну вот Галя помнит, первые мои тренировки американского футбола, я еле ноги не... ну физически я еле доходил до дома. У меня болело так сильно все, и спина, и ноги, и плечи. Просто иногда... Но со временем я с тренировки приходил, и какой первый всегда был вопрос? Все цело? Ну, первый вопрос всегда дома задать. Все цело? Да, ну и нормально, вроде ничего не болит даже. Почему? Опыт, 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 опыт. А есть люди, которые, вы знаете, они всю жизнь в этом. Они с шести лет, и они уже... Я вот на днях видел тоже один ролик. Один американский футболист, он без шлема, вообще без всякой защиты. Есть такое упражнение, очень его не любят новенькие, когда два человека, они ложатся на спину. То есть вот так ложатся, ну как бы головой к голове, только расстояние метров пять друг от друга. И по команде вскакивают, разбегаются и бьют друг друга. То есть кто кого выпьет. То есть надо скачать, разогнаться и удариться. И вот этот американский футболист, у него не было никакой формы, он лег. А второй в форме лег. То есть каркас одели, то есть он был в защите, и такой тоже кабанчик, немаленький. И вот они полегли, и этот футболист разбежался, он ударил вот так, что вот его в тапках, его тапки вот так вот вверх улетели. То есть он просто, не то что как бы его престан... То есть этот футболист ударил вот так, ну как поезд. И у него улетели тапки. Откуда это? Это опыт. Это опыт. Эти люди шести лет бьются. И они уже не терпят поражения вот в этих вот битвах. Потому что это для них, ну это их жизнь. Есть слово. Есть слово, которое я высвобожу сейчас. И оно, ну как вот слово, оно сделает то, для чего послано. Давайте помолимся. Отец, благодарим Тебя за то, что Ты проводишь нас через эти уроки. Что у нас есть опыт, который тяжелый, иногда плачевный, иногда болезненный. Но все-таки это наш опыт, это наша ценность. Мы ценим, Господь, что Ты помог нам пройти. Что Твоя благодать поднимала нас снова и снова. Так, чтобы мы больше не падали. Мы благодарим Тебя, что в конце у Тебя будет невеста, которая состоит из победителей. Мы верим, Господь, что всякое слово Твое не возвращается к Тебе тщетным и не останется бессильным. И я высвобождаю это слово сейчас в жизнь людей, которые находятся в поражении. В жизнь тех людей, которые снова и снова попадают в какую-то ловушку, в какое-то падение, в какой-то грех, не могут пройти какое-то испытание. Ломаются снова и снова. Я высвобождаю это слово пороческое, что Ты начинаешь побеждать там, где Ты терпел поражение. Во имя Ишуа Амашеха. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты делаешь сильным, свой народ. И мы немощны, но Ты силен в нас. Пусть в каждой нашей немощи совершается Твоя динамис, наполняется Твоя сила. Мы сильны Тобою. Мы не пройдем тех испытаний без Тебя, которые грядут на всю Вселенную. Этих трудностей. Все эти наши локальные маленькие битвочки – это ничто по сравнению с теми испытаниями, которые придут скоро на этот мир. Нам не пройти это своими силами. У нас не хватит ресурсов, чтобы это преодолеть. Нашей души не хватит, чтобы это пройти. Поэтому в этом мы уповаем на Тебя. Мы уповаем на подаваемую благодать Твою. И верим, что в благодати Твоей мы сможем преодолеть и пройти любые трудности, любые искушения, любые испытания, атаки и давления. Что бы это ни было, мы будем преодолевать это силою Твоей, возлюбившей нас Господь. Мы провозглашаем, что мы по Слову Твоему будем брать в плен тех, кто держал нас в плену. Мы будем господствовать над тем, что господствовало над нами по Слову Твоему, Господь. Мы благодарим Тебя, что мера этих поражений наполняется. И приходит время победы, приходит время торжества, приходит время преодоления, там, где мы не могли преодолеть. Мы взираем на Тебя, начальник и совершитель нашей веры, Иисус Христос. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Ты сказал, это есть победа, победившая мир вера. И мы верим, Господь. Мы верим, и мы верой держимся за Тебя, и за Твою благодать, и уповая на Тебя, Господь. Слава Тебе! Восстань нас в своей силе. Восстань нас, как сильный брани, как сильный ротоборец. Мы благодарим Тебя, что голиафы будут повержены. Что те голиафы, которые понасили, которые издевались, которые угнетали, они будут повержены и лишены своих голов. Бог, благодарим Тебя за Твою победу. Мы верой принимаем это торжество креста, торжество воскресения из мертвых, торжество духа жизни в наш дух, в нашу жизнь, во все сферы нашей жизни, там, где враг имел место. Спасибо Тебе за весь этот опыт, который мы имеем. Пусть этот опыт принесет славу Тебе в нас. Аминь. 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 Как Рыба говорил, опыт, сын ошибок трудных. Два слова нужно добавить. Интересно, что бывает в какой-то сфере мы проходим испытания в какой-то своей. И каждый раз, как бы один раз ты упал, второй раз ты с горем пополам прошел. И думал, уже все. Потом опять тебе приходится еще сильнее. И каждый раз оно как усиливается. И ты, то есть оно на протяжении какого-то времени достигает такого пика, что тебе кажется, уже там оно, голову у тебя всю там про, как бы, все мозги тебе там свихлили. И пока ты не доходишь до какого-то, ну, кажется, что уже все, ты не выдержишь. И кое-как это все ты проходишь через эти вот уровни. И я недавно слушал, что какая-то передача в металлургии, там есть какой-то военный, я не знаю. Короче, при плавлении металла есть критическая температура. Вот, и вот есть такие критические температуры, вот это вот где-то там что-то с авиацией, вот люди, которые связаны там с космосом. Она, короче, металл, он при критической температуре, он меняет свою структуру. То есть он становится, там что-то происходит с этими молекулами, он становится другой. В лучшее или в худшую? Ну, в лучшую, да, там что-то с ним. Ну, в общем, он, как бы ты проходя вот это уже, ну, как какую-то критическую точку, он тебя, ну, меняет это испытание. Вот. И, ну, что мы, я верю, что выйдем в итоге каждый в своей вот этой сфере, что мы просто, ну, другие, что мы хотим. Вообще еще, да, такой есть момент, когда мы иногда сравниваем себя с кем-то. Ну, вот, это настолько, мы такие разные, вот, как вот, то есть для одного, да, проблема есть, она как муха какая-то на зоне, вот это для него, а для другого, вот это же самое, что для этого муха, как медведь какой-то, который его рвет на части. То есть для кого-то там отмахнулся, и она улетела, да, ну, не... То есть мы, поэтому сравнивать, что, да, как ты можешь, или наоборот, да, я так не смогу, ну, может, тебе и не надо так мочь даже. То есть мы очень рады. То есть это здесь мы, как бы, приблизительно одинаковы всех физических, там, пропорций и возможностей. Но в духе-то есть, есть большие какие-то там личности, есть поменьше. И вот Юра, ну, говорил, что оно, как бы, приходит, ну, только сильнее. И вот, что вот оно, как, знаешь, если, ну, как бы, взять само давление, вот, как бы, оно усиливается, да, ну, как бы, как бы, что-то да было в натяжку, и сейчас будет в натяжку, не будет легче уже, знаешь. Оно всегда будет в натяжку. Оно будет просто как вот, за счет роста, да, вот, чтобы росли мышцы. Ты брал груст там, 60 килограмм, он для тебя был... Так же самое ты прошел время, ты берешь 120, и он для тебя... Ну, понимаешь? Тогда 60 уже будет легко, но я тебе говорю, ты же не вернешься в 60, ты будешь идти дальше. И вот так же самое здесь, ну, как бы, всегда в натяжку. Не будет вот то же самое испытание, оно будет уже легче. Просто если ты на расслабоне, ты не будешь расти никогда. Оно всегда будет тебя держать, вот именно вот, ну, вот-вот, ну, так на срыве, знаешь. У меня бывали просто уже такие вещи, я же говорю, слушай, я на срыве просто. Ну, уже вот так вот сейчас мне как-то, паум, и все. Ну, знаешь, и... Интересно еще само испытание, тот дух, который вот, он приходит, ты вроде как бы проходил-проходил какой-то этап, у тебя была вот эта критическая температура, и ты как бы такой ходишь, вот, свободный реально. И ты-то, у тебя мысли, что, вот, знаешь, как свободный человек, он как бы счастливее при наличии соблазна, чем несвободный, ну, и наоборот. Вот, и ты как бы все, ты думаешь, ты просто счастлив, понимаешь? Ты ходишь, ты счастливый, ты чувствуешь, что все, вот, победа. И тут, бац, начинают мысли приходить, ну, как дух. Сначала вроде проскочило, ну, ты думаешь, ну, ерунда. То есть все, что ты, вот, тебя держало в памяти начинает всплывать. Вот, и ты, ну, не хочешь, и ты, как бы, ну, что там, помолился раз-два, ты это пресекаешь. И вот дух, он такой, что он, как бы, вот, когда начинается испытание, атака, он тебя так вот стучит, 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 пока, ну, его цель, чтобы ты захотел. Ну, знаешь, как Бог, Он производит хотение действовать. И его цель, тебя завести, понимаешь, чтобы ты снова начал хотеть этого. На мелочь не ведешься по кругу. Да, он назойливый, и так, что, и, то есть, его цель, произвести в тебе желание. Да, и вот ты, когда, ну, как бы, то есть, утвердит тебя Бог вот настолько, что просто Он, уже достигая максимума, Он не будет в тебе производить, ну, ничего. То есть, ты сможешь это проходить. Ну, что потом Он отходит, и все вроде, а Он заводит в тебе это хотение. И ты, вроде, ну, был свободен, все, и ты начинаешь, ты чувствуешь, как ты начинаешь снова этого хотеть. И Он, как будто раз, сделал свою работу и отошел. А оно уже ты, уже никакой не это, уже это ты, твое желание, значит. Слел уже. Да, Он, ты начинаешь этого снова хотеть лезть, понимаешь? Это какая-то тактика. Мне было много, еще два, три, не знаю. Спасибо. 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 Спасибо.